меня выкинуло с прямого эфира не знаю почему так вот что хочу сказать мы уже тут три дня находимся и хочется рассказать вам что новости компании вообще очень очень классные всем привет привет мои дорогие сел мой телефон не успела поставить на зарядку привет о иришка светочка привет мои солнышки иришку жду в директ на их директорах в этом каталоге уже пора выходить на 23 процента всем привет сегодня у нас проходил прямой эфир для стратегической сессии для всех кто вообще участвует в лиге предпринимателей не в российской а в региональной то есть российская лига вела для региональной лиги региональный клик у нас ну примерно где-то по моему 300 человек было на вебинаре если не ошибаюсь это люди которые разрабатывают для компании новое обучение люди которые делают для компании все и вот наши лига их сегодня поздравляла выходила прямой эфир на вебинар вместе с сырами лукьяна с правой рукой алексей иначеевичаева это директор по продажам в россии вот все было здорово классно после прямого эфира у нас была встреча да конечно успеваем турцию так турция антон до какого числа надо получить 55000 до 5 каталога до открыть до не в корзинку никуда нельзя падать и в пятом каталоге открываете в корзинку не падаете подтверждаетесь всегда что было 23 полноценные и вот 8 каталогов подряд подтверждаетесь и все и можете ехать с нами и или открыть новый статус до без разницы какой новый статус вы открываете просто подтвердить новый директорский вот про турцию да я могу сказать что курорт и от компании всегда на высоте всегда бесплатные то есть корзинка корзинка это когда 23 процента у вас до под вами к примеру вы пришли в компании вперлик под вами лидер строит структуру команду одну цепочку одну и у вас 2 3 там цепочки нету и получается тогда человек попадает в корзиночку если у него нет своей бог да то есть мы называем корзинка вы что на сайте так и написано корзинка турция скорее всего но на мой взгляд но я конечно честно не знаю но мне кажется что по логике лидеры наверное с москвы поедут с ассамблеи в турцию вот скорее всего так скорее скорее всего так привет привет всем наши дорогие так вот после прямого эфира для региональных лиг мы встречались алексеем геннадьевичем нечаевым было очень очень круто потом ну да да скорее всего в сентябре потому что ассамблея всегда в сентябре бывает кстати следующая ассамблея стоит очень дешево всего 5000 рублей вход да то есть не 8 как в этот раз всего 5 и что еще хочется сказать алексей геннадьевич сказал что вот там новая парфюмерные воды много вот будет очень много в этом году а в следующем вернее году вот потом коктейли появится в пятом каталоге которые обещали на ассамблее точно уже будут в пятом каталоге наши коктейли добавится к существующим вкусом еще три вкуса один вкус такой необычный добавится как это он называется антон ну-ка где-то у меня в сумочке была бумажка если я почитаю конечно очень очень прикольно да сейчас антон не найдет и самое классное что появится огромная обширная линейка кое-чего чего мы с вами вообще не ожидали но я пока это сказать не могу простите меня пожалуйста это вообще как бы нас попросили не говорить поэтому я не могу вам сказать да 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 и не могу сказать но вы все офигеете я вам клянусь потому что мы все уохались мы все уахались и мы были в огромном восторге от того что вообще получится и все это будет по полному баллу да не по промо а по полному баллу поэтому я считаю что мы вообще с вами вот будем а вот появится соленая карамель еще коктейли банановые и яблочный штрудель вот это нам разрешили сказать да в пятом каталоге будут коктейли которые обещали восемнадцатом и сделаю точно получается да в пятом каталоге в марте появится коктейльчик как раз к лету похудеем по стране вот так значит парфюмов будет 8 новых женских и 7 мужских вот это нам разрешили сразу сразу рассказать ну и больше все к сожалению мои дорогие новостей огромное количество и я вам могу сказать что вы будете гордиться компании фаберлик еще сегодня мы разговаривали с мужчиной который снимал видео по бадам это оказывается мужчина который я в общем выложу слайд что это за мужчина сейчас после прямого эфира этот мужчина изобрел инговерин лекарства он сейчас работает в компании фаберлик он действительно очень как даже вам сказать очень умный человек и я вообще рада что он у нас работает он крутой врач и я к нему подходила сейчас скажите пожалуйста вот два года назад я ходила на обследование мне поставили ишемию сердца было мне сердцебиение и так далее я и у нас как бы была в запасниках живица до живица какое-то не было время я у него спросила могла ли это живица убрать ишемию потому что когда я ходила я эту живицу год пила да то есть я в пустых баночках на ютубе вам рассказывала его представляете он сказал что да скорее всего это от живицы потому что я не принимала никаких там сердечных препаратов ничего я просто чередовала q10 живицу живицу q10 да то есть и когда я сходила к врачу и меня прошла ишемия сердца я вообще была очень очень рада ребят вот зав аптека ингаверин да и вот он как раз этот ингаверин создал сейчас он сотрудничает с компанией фаберлик он работает у нас мы сегодня с ним общались очень долго и я могу сказать что новости просто не крутейший но это еще вот только через год коктейли в пятом каталоге выпустят да вот и вот вы знаете мы с ним еще поговорили по поводу того что моя дочка очень любит омегу прям я не знаю обожает ее и вот это вот омега как раз на ее может скушать много за день мне сказали что детям у меня века вот 25 килограмм весит они сказали что деткам можно омегу принимать до трех не больше то есть нам 6 лет вот нам казани не больше трех в день она мне конечно больше съедала если честно вот и еще я спросила про состав своего сахарозаменителя ну знаете мне было так интересно и мне посоветовали хороший сахарозаменитель его конечно нет в компании фаберлик фит парад номер 7 сказали пить что это безвредный классный сахарозаменитель который вкусный вот то есть мы сегодня вообще про все про все разговаривали просто говорили я спрашивала про бады других компаний до у меня опять один процент остался так заряжается или нет вот и смотрите он мне сказал что когда же вам сказать что я называла некоторых компаний говорил много в таких компаниях бады действительно есть такие компании да что там не такие не очень и я как-то узнаете я ему доверилась потому что он действительно в составах понимает который даже мой сахарозам почитал сказал что нет такое не надо вот мне вообще понравилось сегодня общаться и узнала очень много нового о правильном питании обо всем обо всем и к нему подошла спрашивала может ли быть какая-нибудь там передозировка еще что-то с наших витамин как их вообще принимать да то есть как бы очень такой тесный разговор был и они сказали что вот наши сейчас существующие витаминки это получается просто как еда это как добавки и их можно принимать абсолютно а чтобы а что поздравляешь найдешь с чем ты меня поздравляешь вот наши витаминки можно пить как хочется то есть вы можете положить в ладошку допустим 2 q10 2 аммиги да там 2 ньютоника и все это замахнуть запись стаканом воды после еды и она друг с другом сочетается полностью все комбинируется да то есть девочки пост по правильному питанию вы можете сами сети увидеть в принципе все эти рекомендации а грамоту да грамоту мне выдали мне еще подарок подарили мышка там печенье с предсказанием что-то там еще было да то есть подарили подарок и плюсом еще одарили подарки лучшим представителям российской лиги и опять еще подарили подарок который я могу забрать в кабинете да то есть продукцию еще фаберлик подарили я конечно в таком шоке было вот завтра мы планируем 7 вечера в нашем отеле увидеться с командой кто хочет приезжайте кто далеко и если у вас есть московская команда я вас жду мне хочется с вами увидеться пообщаться пусть я буду уставшая нереспектабельно выглядеть буду да то есть но я все равно с удовольствием с вами пообщаюсь чайку попьем вот коль они находятся в российской лиги он находится в кису в координационном совете украины вот у них там в на украине свои слеты вот в общем в каждой стране свои слеты мы слете по россии все ксу все координационные советы все российские лиги объединяются на стратегических сессиях которые проходят у нас два раза в год вот поэтому сейчас у нас идет именно российская лига встречалась честно скажу быть лики не так уж и напряжена нужно просто организовывать какие-то мероприятия что-то делать для компании да то есть к примеру если я организовываю свое мероприятие то я его могу открыть для всех и все могут прийти да то есть я всех могу поздравить да то есть так вот если я веду какой-то вебинар я его открываю для всего региона до своего там для всей компании фаберлик и как бы все приходят и обучаются это в принципе классно быть в леге классно нести какой-то организацию да то есть подсказывать другим директорам да что делать это как бы прикольно вот и что еще хочется сказать вот живицу вам похвалила да я в москве найдешь буду антон завтра последний день до послезавтра мы уже уезжаем да то и завтра последний день 7 вечера вот найдешь помню ты ко мне приезжала ты ко мне приезжала я запомню вот к сожалению подарочки дома забыла но я наверно сама буду вашим подарочком вот поэтому по идее как бы новости которые нам разрешили огласить я кстати найдешь где я буду адрес я весь раскидала по чатам и на свой канал вот поэтому приезжайте пишите мне влс телеграме вконтакте в одноклассниках я везде везде написала вот буду да буду рада с вами пообщаться дать какие-то советы может быть еще что-то но сейчас вот при нашем облегченном векторном обучении я вам могу сказать что до такой степени стало легко да то есть если еще пару месяцев назад у нас было более-менее однобокое обучение да то есть было одно общее обучение да где мы создавали базу для работы и начинали работать до с девяти процентов там учили вести бренд youtube 12 процентов мы уже учились серьезно до считать структуру правила построения изучали да то сейчас вы вообще все в шоколаде потому что вы действительно можете на данный момент сделать так что вы можете выбрать да все что вам хочется что за эффекты но вот сейчас наверху я точно знаю что есть надпись от девушки которая сделала этот эффект и если вы нажимаете на ее имя и этой девушки вот спасибо большое если вы нажимаете имя этой девушки то этот эффект потом можете себе сохранить да выбираю маску можно различные маски выбирать во время эфира уже маску не поменять даже во время эфира можно маску поменять да можно во время эфира буду с цветком у вас в общем как хотите можете выбирать в общем что я вам могу сказать грех не расти в такой компании потому что это просто ой найдешь выздоравливай это просто круто это невероятно шикарно причем лиги оплатили проживание в номере оплатили дорогу то есть как бы компания фаберлик хочет нас видеть не хочет чтобы мы тратились и это просто я не знаю такое отношение к нам суперское вот нас все любят нам все улыбается мы работаем в очень доброй доброжелательной атмосфере просто шикарно прохожу школу новичка жду подробности об этом векторном обучении ксюш новичок приходит к нам на проект регистрируется к нам да то есть получает свой регистрационный номер и пароль от личного кабинета на сайте фаберлик после того как он получил свой логин пароль и вот новичка добавляют в чат да то есть в чат 1 в чате первом закрепе есть очень много информации о маркетинг плане об акциях как сделать заказ как оплатить заказ как переименовать свой профиль также там есть школа по маркетинг плану и также там есть школа непридуманных историй да то есть живых людей люди которые действительно рассказывают как они выросли с какими трудностями не столкнулись то есть когда человек все это пересмотрел он отписывается своему наставнику наставник проверяет наличие заказа проверяет наличие профиля и человек переходит уже во второй чат первый чат у него остается так как он при рекрутинге будет в первый чат новичков своих добавлять которые будут следовать да то есть система абсолютно дублицируем и что делает с вами наставник то делайте и вы со своим будущим новичком то есть очень просто новичок попадать во второй чат а во втором чате сейчас на данный момент 12 векторов обучения в этих 12 векторах обучения вы выбираете то что ближе вам да то есть кто-то хочет снимать видео вести бренд до писать посты пожалуйста кто-то хочет запускать рекламу кто-то хочет запускать робота кто-то хочет стать а веб-консультантом и зарабатывать на продажах в общем там огромное количество векторов по рекрутингу хотите авторекрутинг да то есть продвинутые есть я уже вроде в четвертом чате нет второй уровень так и называется ксюш каналы с чатами ты не путай то что у нас есть каналы там с расписанием вебинаров записями вебинаров и так далее и так далее это каналы которые помогают тебе и твоей команде расти развиваться да то есть у нас еще помимо системы роста да есть еще ежедневные вебинары от компании историю успеха да то есть вводные до открытые поэтому чат и это там где ты можешь переписываться да а каналы это только для информации где ты не можешь писать но там только важная информация то есть допустим если ты подписана на айлов в бот фаберлик то ты будешь видеть все новости компании все новости проекта поздравления со статусами будешь видеть акции от компании мы туда скидываем какие-то акции от проекта мы туда скидываем да то есть все 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 новости постятся на новостной канал если ты зайдешь на канал расписание вебинаров ты будешь видеть какой сегодня вот вебинар и каждый день каждый вечер поститься вебинары на следующий день если ты посмотрела в расписании вебинаров да там допустим система роста новичка да и ты понимаешь что ты его пропускать пропустила то ты можешь зайти допустим в канал расписание вебинаров и посмотреть расписание вебинаров то есть у нас такая вот идет система именно оповещение и если ты заходишь в расписание вебинаров там никто не болтает там нет ничего лишнего там нет никакого спама смайликов и так далее то есть там только записи всех прошедших вебинаров за последний год то есть ты можешь пролистать вверх и можешь вообще весь день обучаться на этих вебинарах слушать спикеров узнавать директоров и понимать нет ботов новых у нас последний месяц точно не создавалась вот айлов бот фаберлик у нас уже давно есть каждый про него говорит но он у нас идет на первом уровне да то есть в чате где еще новички не переименованные по правилам профиля добавляются вот да 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 то есть у нас такая система то есть к примеру у нас допустим есть вот даже какой еще у нас есть у нас есть библиотека картинок да у нас есть коренный выплат то есть новичок приходит он может пасти скриншоты выплат директоров и люди будут лучше к нему приходить то есть у нас есть если это материалы для работы то там картинки по акции новичка видео по акции новичка до блоки по акции новичка то есть если вам допустим нужно ой не знаю акция новичка из германии то вы заходите в библиотеку картинок неважно с какой вы страны и берете эту картинку и высылайте своему человеку который проживает у вас допустим в этой же германии да вот они нас есть видео как раскрутить свой youtube канал я к сожалению не пользовалась платными раскрутками я свой youtube канал раскручивала сама до полностью сама у меня там нет ничего накрученного оплаченного и никакой рекламы никакие видео я не продвигаю вот да 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 на каждом канале своя тематика и эти каналы они не могут отвлекать вас от работы дабы там абсолютный порядок вот про youtube канал могу сказать что мы на девяти процентном обучении в девяти процентном чате очень подробно рассказывали как завести youtube канал как его оформить как сделать шапку красивую как разложить где взять ролики да у нас есть канал в ее банк проектов и берлик онлайн да недавно я вам кстати высылала ролики проставлялась роликами в честь пятилетия потому что наша команда 18 странах вот делала ролики и эти ролики видеобанки да то есть видеобанком тоже открыт новичкам я его скидывала вам на вебинаре своем итоговом да где вам расскажу как я росла с какими трудностями столкнулась кто мне помогал да кто был на моем прямом эфире кто был на моем вебинаре вот там я конечно все скидывала скоро мы приедем будем разыгрывать сразу три конкурса ты пропустил эти видео значит и не подписана найдешь на информационный канал потому что я и на свой канал и не информационный канал скидывала зайди в чат новичков первый уровень и пройди там практически по самой первой ссылке и ты туда подпиши подпишись на этот канал и ты ни одной новости не будешь пропускать у нас кстати в прошлом двухнедельном каталоге открылся золотой директор до по быстрому старту с казахстана у наташи уткиной в команде вот про яндекс директ просит что-то сказать ну что его могу сказать есть вектор по яндекс директу который ведет антон он очень хорошо разбирается в рекламе слил туда огромную кучу бюджета пока разобрался да то есть и сейчас он обучает команду недавно он проводил марафон вот следующий марафон антон когда будет по яндекс директу пока не определились почему мы пока не определились а близко новый год я так понимаю значит значит где-то в первых числах февраля да будет примерно января мы с первого по 12 января на интенсиве будем со второго по 12 января мы будем на интенсиве потом мы поедем в казахстан с казахстана а наверное в конце января до конце января в начале февраля где-то так ну вот сейчас антон говорит что бессмысленно запускать рекламу с в новогодние праздники вас тоже мои дорогие с наступающим новым годом вот не чувствовала новый год хотя везде елки может быть новогодние да все кругом наряжено мы дома даже елку еще не успели поставить вот сегодня почувствовал новый год когда узнала боже мой сколько всего у нас будет выпускаться скоро ребят вы действительно будете в шоке шоке вот не могу сказать я вам клянусь вы будете в восторге вот честное слово прям сегодня у меня какой-то вот новогоднее настроение 7 гуляла по торговому центру и мне начали нравиться елочки игрушечки да потому что когда ты понимаешь какая компания классные что пять лет назад ты сделал выбор правильный выбор и ты работала не покладая рук это здорово это супер скин нас в роддоме тоже поставили елочку ой найдешь я тебя что поздравить ты родила да а я думала ты заболела я тех где те говорю выздоравливать поздравляю тебя мы тоже вот с антохой недавно разговаривали я говорю блин антох мне 36 лет группа рожать третьего группа том будет поздно груза хочешь локоть укусить уже не укусишь вот тоже думаем решаемся поездок но а на сохранении вот тогда береги себя выздоравливать тоже вот сейчас сидим думаем уже уже возраст притык а мы везде ездим ездим мы до компании фаберлик дальше кирова нигде не были город киров наш киров кировская область ни разу нигде не были и конечно когда первый раз мы съездили в сочи через сколько антох через 10 месяцев до с момента регистрации была первая наша поездка и вот с этого времени мы начали ездить 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 по разным странам по разным городам для нас это абсолютно незнакомая жизнь я даже не знала что я увижу столько много красоты столько курортов мне очень понравился казахстан таджикистан узбекистан очень красивые страны очень понравился менталитет людей на украине все такие добрые отзывчивые все шелкают я с я это шо с украины постоянно привожу а потом шокаю в обзорах и меня все время говорят заканчивайте говорить своим деревенским говорим а я говорю да блин грн с украины приехала летом рожать а мне тоже 36 лет это пятая попытка отлично я рожала в мая много возрастов 40 плюс рожают так что все еще можно но вот меня моя мама родила в 38 лет вот сидя дома через интернет как начать работу чуть-чуть что-то скажите пожалуйста сидя дома через интернет лично я начала работать знаете почему потому что у меня был ребенок маленький мне неохота было бегать что-то продавать где-то с промостойками стоять мне ничего этого не хотелось вот да все впереди ухо в 40 лет 4 родили ничего себе здорово мама героиня боже мой вот но что могу сказать я начала сразу посмотрите мою историю на ю тубе потому что я ее проводила там полтора часа я рассказала очень подробно что я делаю с какими сложностями столкнулась я рассказывала за каждый статус как я его открыла как он у меня получился да то есть у меня есть история директора старшего серебряного да то есть если я сейчас начну вам рассказывать я вам до утра про рассказываю мои дорогие я вышла просто рассказать вам то что меня очень много в директа спрашивает про то что какие новости какие новости на стратегической сессии да то есть вот я вышла просто объясниться перед вами анна кононова faberlic онлайн на youtube что стратегическая сессия это такая вещь когда ой встреча российской лиги это такая вещь когда мы там что-то разрабатываем и она еще не принято руководством да мы какие-то новости знаем и что-то получаем но это еще все в разработке понимаете вот смотря как в какой статус вы хотите история старших международных директоров напишите и найдете у меня очень много историй успеха их сколько званий столько историй вот чем суть ксюша и у меня теперь моя мотивация растет животики и сыночку 13 лет у меня старшей дочке 19 лет младшей дочке 6 лет недавно вот ноябре 6 лет исполнилось и кузьки обе девочки вот поэтому вот так вот ну что ребят скоро меня наверно выкинет я уже час сижу с вами болтаю так по всем соскучилась по вебинарам по эфирам в день от лета тоже проводила вот этот кстати вебинар самый последний а как он назывался антох посмотри название на ю тубе последнего вебинара который вчера проводила привет привет какой вкус по поводу чего вкус а викуся да викуся она у меня вообще шебутная очень девчонка мы немножко начали поправляться кстати вот этот врач сегодняшний наш дал фамилию имя человека она же она работает в москве мичурина 74 вот я смотрю адрес не дали хороший очень нейропсихолог вот мы к ней поедем съездим а вот потому что лечимся лечимся нам диагноз не выставляют вот при понимаете не можем узнать да да ириночка ковалькова я знаю что вот сейчас мы проводили последний вебинар пять лет с фаберлик он так и называется пять лет с фаберлик и хэштег наверное проект фаберлик онлайн да или нет вот пять лет с фаберлик и кстати в этой истории успеха я кстати вот и рассказывала как я заколебала всю свою родню предыдущей компании и ко мне никто не пошел когда я пришла в компанию фаберлик и я конечно очень сожалею что я не чувствовала разницы но в принципе вот когда я уже знаете что у меня получилось вообще вот суть если передать как я начинала я сразу так меня слышно да 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 у меня там очень много роликов очень много я сейчас даже если честно название не помню потому что я очень много виду вебинаров и по бизнесу и по построению и вот посмотрите еще секреты успеха драгоценных директоров так и называется вебинар секреты успеха драгоценных директоров и вы скорее всего поймете как я расту слышно да что-то мне прямой эфир приостановлен написали что там гримит за окном зима у нас вообще шикарная до плюс один ночью в москве я имею ввиду плюс один зима вот и конечно я очень много рекрутировала я себя не жалела я не ныла я не требовала регистрации с наставника я очень много рекрутировала и вела очень много вебинаров потому что люди которые ко мне пришли должны как-то обучаться да то есть я допустим за каталог могла провести 40-50 регистраций то есть я не ленивая я грубо говоря рабочая лошадка честно вам скажу и я набирала толпу людей проводила им вебинары вебинары через день по полтора часа целый год и таким образом я открыла рубину директора и за один год и два месяца я открыла бриллиантового директора за четыре года ровно за четыре года работы мы открыли статус партнера это 24 директорские веточки в первой линии сейчас у нас глубину более 140 полноценных директоров не считая директоров корзиночки посмотрю ваши ролики после вашего эфира пока мой монстрик спит крыму плюс восемь шикарно аня летала в узбекистан там плюс 15 вот 3 числа прилетела и больницу попала о гу-го я начинала вебинары о компании о проекте как рекрутировать различия с пирамидами то есть вот если вы в самое начало опуститесь моего ютуба вы увидите сколько у меня там было вебинаров просто не сосчитать то есть я по кругу их вела-вела-вела-вела для новичков то есть делал очень много закрытых вебинаров как рекрутировать но сейчас они как бы не актуальны сейчас уже и лимиты другие и ну в общем очень много что изменилось на мой первый вебинар пришло 6 человек с моей команды двое из которых это были даша пахильчук и татьяна лебедева шесть человек остальные терминировались вообще все терминировались вот дашенька пахильчук со мной она сейчас открытое серебро и танюшка моя сестра родная да она живет также в поселке мурыгина у меня с родителями живет за ними ухаживает они у меня очень старенькие папе 72 года она старший директор но с очень широкой личной группой с очень широкой вот я пять лет компании 26 ноября этого года у меня было пять лет нет ты не не можешь быть 6 лет потому что я пять лет и лишь как не обращать внимание на неудачи концентрироваться на активных людях и на рекрутинге понимать что сетевой маркетинг это качественный конвейер то есть это конвейер ничего другого то есть мы ищем людей доносим до них качественную информацию качественные видеоролики созваниваемся все делаем да то есть для человека если мы для человека сделали все а он дальше с вами не пошел он дальше с вами не пошел конечно конечно если он дальше за вами не пошел это его проблема это ему не нужны деньги вот а никто не говорит что сетевой маркетинг это легко это не пирамида тут работать надо сейчас основной рекрутинг у нас это youtube наш youtube канал наши соцсети наш бренд основной рекрутинг вот на проекте когда новичок приходит он уже сам выбирает что он хочет то есть он может выбрать рекламу а он может выбрать ручной рекрутинг он может выбрать рекрутинг роботом то есть смотря с какой позиции смотреть у компании faberlic два своих завода один завод сегодня мы на нем были это на улице никопольской около бирюлева первый завод 35 тысяч квадратных метров этот завод он просто огромен вот и в иваново город фурманов еще есть швейная фабрика 3000 квадратных метров антош налей мне чайку серьезно есть кофе можно никого пожалуйста ну принеси мне вместе с того минкой с девчонками болтаю нам тут весело конечно есть у компании свои заводы вот они скажи пожалуйста еще раз диме видео посмотреть за youtube заходишь на youtube поисковике именно ютуба пишешь анна кононова да анна кононова faberlic онлайн латы кстати обалденный латы варят вообще обалденный анна кононова faberlic онлайн и нажимаешь раздел видео и в разделе видео ты увидишь наверное уже не одну тысячу отснятых мною за пять лет роликов выбираешь любую тему и смотришь 3000 до роликов антона посмотри по приколу сколько я роликов вообще сняла это наверное кошмар сколько я роликов сняла но там не только мои там есть ролики от компании faberlic там есть вебинары моих директоров кто раньше не умел выгружать ролики да то есть но там все мои истории успеха все 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 мои дорогие ой лилечка привет дорогая привет украине у нас с вами одинаковая погода очень стеснялась снимать ролики очень стеснялась мне было очень сложно вообще себя перебороть но я была в такой ситуации кто если не я вот и все некому было снимать то есть я понимала что ко мне пришла команда которая должна как каким-то образом расти как команда будет расти если я им не дам эти ролики то есть если я не сниму эти ролики обучающие по рекрутингу да там по акции новичка или там как работать с распечатками до роли роликов на самом деле должно быть у вас огромное количество на разные тематики главное чтобы была польза если я эти ролики не сделаю то я должна буду каждому позвонить через демонстрацию экрана и индивидуально рассказать дорогие мои я не до такой степени терпеливый попугай потому что когда у тебя в команде стоили 200 человек и тебе надо сделать 200 звонков это трэш это нереально даже если составлены все скрипты ты сидишь читаешь готовенько это просто нереально проще вот сейчас да у меня в команде около восьмидесяти тысяч человек а тот сколько в команде человек 90 но это из-за того что терминацию отменили была терминация через полгода сейчас сделали терминацию за неактивность год из-за этого столько много народу но вот до того как терминацию не отменили было 75 тысяч вот я этих людей не считаю они бы так и так терминировались поэтому я вот не хочу этих пустышек прибавлять они за каким-то рядом пришли зарегались а ничего не делают сидят вот но вот стеснять честно вам скажусь я себя очень сильно перебарывалом я очень до сих пор волнуюсь перед каждым вебинаром я сейчас абсолютно забыла волноваться перед прямыми эфирами то что я понимаю что все мы люди и есть кнопка блок если кто-то там начнет грубить материться вот но ролики я очень стеснялась снимать им честно скажу я через себя переступала я переснимала их по 20 раз я психовала я откладывала на следующий день да то есть вот я люблю ролики снимать но не выкладываем youtube можно их снимать эти ролики допустим в одноклассники выгружать не поняла сколько реально работает кто работает люди у меня в команде работают каждый по-своему работает не могу понять суть вопроса ну это у меня не эфир это так выйти ночью побаловаться с вами потому что меня переполнять эмоции мне хотелось с вами поделиться информацией это можно сказать эфир но это так да не считая пустышек а сколько людей работает давайте я вам скажу свою статистику во-первых на статистика интернета да то есть теплый рынок там статистика может быть в три в четыре в пять раз лучше чем моя я работаю только с холодными контактами быстрый старт не могу ничего сказать про это не знаю тут только решает компания и эта компания объявляет вот сейчас есть акция 100 тысяч рублей в подарок да поэтому спасибо большое значит сколько людей реально работает лично моя статистика то есть у меня начин делает заказ антону примерно каждый третий да нет но люди которые пришли на бренд это 90 процентов активности люди которые пришли на холодный рынок с рекламы допустим да вот с этого же день каждый второй третий да то есть процент активности у нас получается 30 процентов каждый третий делает заказ если мы рекламируемся то там только заказы примерно каждый сотый мир пытается что-то начать делать да антон да по рекламе что-то начинает там работать то что ему приходят какие-то записи вебинаров еще что-то да то есть ну-ка иди сюда тебя не слышно и ты там тараторишь что-то за спиной я говорю по рекламе на бизнес сейчас я поменяю фильтр подержи кофе извини те которые по рекламе на бизнес идут то там активность на порядок меньше чем если бы вы даже наклили сами вручную то есть если вручную примерно статистика 20 процентов оформляет заказы то есть то по рекламе это ну где-то каждый десятый оформляет каждый десятый да по рекламе заказ оформляет да бизнес а если на бизнес реклама если реклама на продукт на продукт каждый на продукт каждый второй третий вот если по бренду то конечно 90 процентов активности если идти рекрутировать соцсеть с качественным фото с качественным наполнением с качественным сейчас я перепоменяю фильтр обратно все делать качественно как учим мы они на фотках не пофоткаться да там на фоне желтых обоев с размазанными там не знаю глазами да с лохматой шевелюрой стоимость рекламы но ты знаешь сложно сказать реклама это всегда сюрприз там надо все время в общем да она очень непредсказуемая и антон учит этому все-таки на векторе на векторе поэтому приходи к антохе когда он вот запускать рекламу и пожалуйста мы будем рады обучить каждого нашего новичка обязательно ли иметь несколько страниц для рекрутинга смотря каким способом вы хотите рекрутировать если вы будете запускать дорогие мои рекламу то вам вообще страницы нужно только для бренда понимаете есть люди которые не умеют вести бренд выкладывают себя лохматыми в старых растянутых футболках да там на фоне каком-нибудь черного деревянного забора в резиновых шлепках носочках и так далее и так далее да то есть есть такие индивидуумы у которых нет чувства такта чувство вкуса такие люди сейчас хорошо выезжает на рекламе потому что их не видят они сразу заводят человека в бизнес и не сразу его запускают вот поэтому как бы ну вот таким образом а кстати про статистику у меня по статистике у нас с антоном вернее по статистике каждый 69 зарегистрированный стал директором если в каждого человека воспринимать как своего будущего директора и обучать каждого своего человека и относиться к нему только как будущего директору то есть очень и очень уважительно то каждый 69 вот у нас стал директором то есть терпение очень много терминации по нескольку тысяч человек каждый каталог большинство людей с этого бизнеса большинство то есть больше половины они просто уходят с этого бизнеса они не выдерживают то есть вот да конечно нужно работать нужно работать потому что вот мы когда считали да то есть ну там тысячу с лишним и регистрации провели да вот с этой тысячи мы делили людей там сидели высчитывали нам было это действительно сложно высчитать потому что мы считали только тех кто пришел на бизнес потому что если считать все регистрации целиком то статистику очень сложно свести давайте будем с вами откровенно говоря понимать сейчас да то есть откуда приходят люди нужно да то есть или люди пришли с рекламы на продукт будут ли они у вас бизнес строить да вы должны это понимать или приходят люди к вам с бренда когда вы рассказываете про систему роста и он приходит к вам и говорит я хочу с вами работать это две разные абсолютно вещи да или вы человека зарекрутировали на систему роста на результаты там допустим если у вас нет своего результата там на результат своего директора и так далее да то есть на мощь компании то что компания такая крутая с чего к вам люди приходят на какую информацию вот с этого и нужно считывать активность человека а ты знаешь найдешь у меня обучение открытое она все на ю тубе я ничего не скрываю обучение которое я скрываю это к примеру честно вам скажу есть закрытые ролики у меня это распечатка по личной группе да к примеру я не имею права на всеобщее обозрение выставлять чужие данные да то есть мне эти данные доверили люди да то есть вектора да надо проходить поэтому вот такое обучение я закрываю то есть я она уже идет только для лидеров с 12 процентов и так далее там есть все до в квестах я и создала 15 квестов вот приеду займусь с их обновлением и еще что хочется сказать вам да то есть я еще закрываю лидерское сопровождение для директоров уже высоких рангов то есть у нас есть совет директоров координационный совет директоров в этот чат попадают только активные директора не только те которые полноценные до директора а только те только те директора которые что-то делают для проекта Допустим, у нас все распределено. Один директор хорошо умеет проводить вебинары, другой директор хорошо умеет делать картинки, третий директор модерирует чаты, четвертый директор ведет какой-то вектор по росту, в котором он хорошо разбирается. То есть у нас новые директора открываются, мы им сразу предлагаем, а не отвечать, я тогда пойду модерировать одноклассники или я пойду там помогать, там создавать видеоролики, да, то есть таким вот образом. И у нас всегда обучают только профессионалы, у нас нет такого, что человек не умеет что-то делать и мы его поставили на этот вектор, будь тут, нет. У нас, если, допустим, собралась группа директоров, которая рекрутирует только в одноклассниках, так они преподают только одноклассники, поэтому у наших новичков есть рост, да, то есть, ну там есть задания, там вас могут удалить и так далее, если вы ничего делать не будете, потому что бездельников на векторах мы не держим. Все бездельники или вдруг некогда человек устал, или он потерял интерес, он остается на первом векторе. То есть у нас нет такого, что мы будем, как попасть на вектор, это нужно обратиться именно к своему директору. Именно к своему директору в Телеграме. Для новеньких покажу, что я плю латэ. Я сижу, лежу в кровати, в номер заказала, неохота была ждать. Весь день сегодня практически просидели, попа квадратная, сходили в этот торговый центр, немножечко развеялись. Есть у нас вектора, в которые можно в любой момент, да, то есть заполняйте заявочку, отправляйте скриншот своего заказа, если у вас профиль по правилам чата, все хорошо, у вас быстро на следующий день, допустим, добавляют. Есть вектора, которые раз в каталог начинаются, есть вектора, которые идут сезон к сезону, допустим, вектор по контекстной рекламе, да, то есть постоянно один человек, он не может вести вектор круглосуточно, да, то есть вот мы сейчас с Антоном уехали, все, вектора нет. Он только тех, кого обучил, уже сидит и консультирует, и отвечает там на вопросы в самом векторе, да, уже обученных людей. Ну, там много вопросов выводит. Да, ну там уже, ты всех уже, считай, после прошлого вектора по контекстной рекламе у нас сколько уже, недели две, наверное, прошло, да? Больше. Больше даже три, наверное, прошло, поэтому, девчонки, там это. Да, да, за вектором, своему директору, ваш директор уже вас, даст вам чат с векторами, если у вас профиль оформлен по правилам проектов UberLeakOnline, если у вас заказ сделан на нужную сумму, то все, пожалуйста. Одноклассники вообще стали блокировать, кошмар какой-то. Если честно, у меня с одноклассников идут регистрации только с помощью бренда. Я вот сейчас не могу вам подсказать, как рекрутировать в однокласснике. Если вас блокируют, лучше идти на вектор. Вот раньше, да и сейчас, да, то есть, понимаете, если вы не понимаете и не разбираетесь в прокси-серверах, да, то есть, если вас блокируют, вы сидите с одного прокси, то нужно обратить внимание вообще в одноклассниках, одинаковые ли вы фото постите, какие вы там фамилии пишете, да, то есть, какие вы там фото второстепенные грузите, не совпадают ли они с блокированными профилями. Может быть, фотографии нужно немножечко поменять форматик, там где-то подрасти, ну, где-то еще что-то, чтобы они у вас стали другими, да, как бы для одноклассников. Вот это очень важно. Это, во-первых. Во-вторых, если у вас уже вообще не меняется IP, вы не умеете пользоваться прокси, вы не хотите идти на вектор, да, то есть, ну, тут уже не проблема проекта, тут уже ваши личные проблемы, если вы вообще нигде не хотите обучаться, и тогда я вам посоветую просто более трех страниц одного IP в каждой соцсети не открывать, не открывать. И, получается, вы можете отработать три Инстаграма, три Одноклассника, три ВКонтакте, три Фейсбук, там три еще где-то, еще где-то, да, то есть, в каких соцсетях вы работаете, и точка. Вот. Также могу сказать, что Вектор по доскам объявлений очень хорошо себя показал. Про прокси, скорее всего, рассказывают. Вот, скорее всего, рассказывают. Если не рассказывают, спросите, я вам сказала, теперь вы знаете, мои дорогие. Потому что, если честно, то обычно людей блокируют только с того, что они слишком много и часто допускают одни и те же ошибки. И не смотрят видео. Да, и не досматривают видео до конца. Вот у нас, девчонки, кстати, на Векторе по рекламе, да, то есть, я помогала Антону, модерировалась, все как бы, и он мне так рассказывал, следил мы с ним обсуждали. Очень много девчонок, просто не досматривая видео до конца, сливали бюджет просто так, сливали. Ну, почему ты не можешь внимательно посмотреть видео? Почему? Ну, почему? Да, то есть, ну, вот что сделаешь. Да, да, я этот Вектор прошла вчера, Вектор от доска объявлений. Да, Даша Пахильчук там ведет этот Вектор. Дашка вообще классно ведет, она вообще умница. Ты тоже работаешь через РК-кабинет. РК-кабинет сейчас только ВКонтакте пока работает. Так, про прокси рассказывают на Векторах. Ну, все, я вижу, все вопросы у вас уже заданы, да. Ребятки, есть ли у вас еще какие-то вопросы? Можем с вами так раз в недельку, в принципе, и встречаться. Я буду рада. Кстати, я сейчас завела рубрику, пока я в Москве, но я с Москвы приеду, и у нас там будет до самого Нового года я буду сидеть дома. То есть у нас до 2 января вообще никаких поездок не намечается. То есть я могу шикарно на 3 недели развернуться и быть вместе с вами в прямых эфирах, все рассказывать, все показывать. Особенно по лидерскому сопровождению я знаю очень много. Я поняла, как стать драгоценным директором быстро. Для тех, кто умеет рекрутировать, это вообще легкотня. Я поняла, как открывают драгоценных директоров. Вот. Да нет, не замучили, просто сейчас прямой эфир уже закончится, потому что сейчас мы с вами болтаем. Вот. И что еще хочется вам сказать, то что... Так, забыла. По лидерскому сопровождению. А, да, по лидерскому сопровождению. У меня заведена рубрика на моем канале в Телеграме. У меня есть канал. И там вы можете задать абсолютно, абсолютно, стопроцентно анонимный вопрос. Я никак, никаким макаром не узнаю, кто его задавал. Я вам клянусь сейчас, прям поверьте мне, если вы стесняетесь задать вопрос, то вот эта вот анонимная рубрика вам поможет со мной пообщаться так, чтобы я не знала, что этот вопрос задали вы. И вы туда задаете вопрос, я приеду, и как раз все три недели я буду разбирать все ваши ответы на вопросы. То есть, если ответ глупый, вопрос глупый, да, ну, в плане того, что почему на складе нет малофтелина, да, то есть я, понятно, я на такие вопросы отвечать не буду, да, то есть они некорректны, они и ко мне. Вот. У матросов нет вопросов. Да. То есть, пожалуйста, я буду выходить прямой эфир, хоть каждый день с вами болтать, не вообще, как бы это не напряжно. Я вам буду все рассказывать, все показывать, и мы с вами можем даже очень хорошо и крепко подружиться, лишь бы у вас было желание слушать и обучаться. Вот. Хочу спросить, может, знаете, компания не планирует сделать бальзамы, стиральный порошок в большом объеме? Ну, нет, про это я сегодня не слышала точно. Косметика для дома, сегмент, да, продукции косметики для дома, он точно будет расширяться, это я точно знаю. Вот. Какой продукции нам не сказали, не сказали, даже мы это не знаем, но сказали, что нам понравятся эти новинки, они будут как обычно оригинальные. Ну, последняя новинка у нас был жидкий пятновыводитель, да, в большой упаковочке, 500 миллилитров. Вот. Ну, вот, мои дорогие, поэтому у меня есть канал. Так, осталось 27 секунд. Всех целую, всех обнимаю. Компания Фаберлик крутая, я сегодня еще раз в этом убедилась. Скоро и вы будете так же шокированы. Огромное количество новинок, действительно нужной и важной продукции. Всех целую, всем пока. Пока.